Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко. Глобальные финансовые рынки ведут себя интересно, разнонаправленно. Поговорим подробнее. Американский фондовый рынок накануне все-таки вырос. То есть, с одной стороны, мы видели опасения у приближающейся рецессии. На этом фоне, кстати, азиатские рынки сейчас продолжают снижаться. Но, опять-таки, если у нас опасения относительно рецессии возрастают, то это говорит о том, что мировые центральные банки, ну, по крайней мере, по мнению участников рынка, будут не такими агрессивными, что они будут спокойнее. Собственно, по этой причине процентные ставки в Соединенных Штатах по государственным облигациям снижаются. Уровень ожидаемой инфляции вообще уже свалился практически на отметке годичной давности. Цены на сырьевые товары тоже охлаждаются. Цены на медь потеряли уже треть своей стоимости от пиковых значений текущего года. Да и, собственно, что важно, вернулись туда, откуда начинался вообще весь этот, как нам говорят, новый большой сырьевой цикл. Ну, как-то не похоже. Да, такая динамика на новый большой сырьевой цикл. Цены на пшеницу как раз в тот момент, когда мировые чиновники устраивают в буквальном смысле слова истерию вокруг нехватки продовольствия, запредельных цен на него, ну, вот уже 40% потеряли. Ну, это, конечно, да, это, конечно же, какой-то безумный рост цен. Он был, безусловно, но, как мы видим, да, в значительной степени он остался в прошлом. Естественно, при таких условиях цены на те компании, которые сильнее всего страдают от роста стоимости заимствования, ну, в общем, они и отскочили. По этой причине мы увидели, что промышленный индекс Dow Jones накануне все-таки немного снизился, а вот высокотехнологичный NASDAQ прибавил процент и 7 десятых. Но с азиатскими рынками ситуация немного иная. Но много всего интересного, ну, даже, наверное, для нас уж точно основные события происходили на нашем финансовом рынке. Это, конечно, и динамика рынка фондового, да и динамика курса рубля. Индекс РТС потерял вчера более 8% по итогам торгов, ну, а курс рубля потерял более 10%. Закрылись чуть выше отметки в 61 рубль за доллар. Если смотреть сейчас на премаркет, то там давление на курс рубля продолжается. Попробуем разобраться вместе с нашими экспертами. Уже не в первый раз здесь, как говорится, есть или была, была возможная некая такая консолидация позиций, некий консенсус. Вот что с ним сейчас, да, что будет дальше, попробуем разобраться. У нас на связи Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований открытия инвестиций и управляющий активами Крескофинанса Степан Сумин. Господа, доброе утро. Доброе утро. Степан, давайте начнем с вас. Ну, вот что такое произошло с рублем? Да, возможно, вы помните, я примерно, ну, наверное, месяца полтора уже, буквально в смысле слова, на пальцах всем объясняю, что должен был сделать в самом начале Центральный банк, каким образом он должен был обеспечить сохранение валютных резервов. В общем, никто слушать не хотел, ровно до тех пор, пока вот в прошедшую пятницу уже господин Силуанов начал буквально меня цитировать. Да, да, и вот мы видели реакцию. Вот будут ли они что-то делать, на ваш взгляд, да, потому что пока они только, были только словесные интервенции, которые привели, да, к вот такой динамике рубля, это у нас сколько получается? Порядка 13% своих минимумов рубль резко, 13, прошу прощения, там, почти 25% рубль отскочило своих минимальных отметок. Только вчера вот такая волатильность. Вот что там происходит и что, на ваш взгляд, может происходить дальше? Ну, в первую очередь нам нужно отметить, что, как и вы правильно заметили, что до этого были лишь словесные интервенции. Надо отметить, что, скорее всего, такая негласная рука рынка, да, во главе Минфина и Центрального банка, которые попросили банки аккуратно, но подкупать валюту, чтобы ее, как бы, стабилизировать хотя бы у уровней тех, тех, которых мы видели, вот там 52, 53, то есть там самые большие объемы именно пошли на покупку именно там. Но мы должны отметить, в первую очередь, что эти словесные интервенции появлялись от каких уровней? 57, 55, 53. Когда мы уже достигли уровня 50, то там произошел уже правильный технический отскок, то есть даже если технические индикаторы, то мы были очень сильно перепроданы. То есть то, что мы сейчас видим, это просто восходящая такая коррекция в рамках нисходящего тренда, то есть это все еще продолжается. Давление на рубль, оно будет также оказываться еще какое-то время. Но общий тренд, он остается нисходящим для доллара. То есть мы не решили проблему с импортом, а пока мы не решим проблему с импортом, давление предложения будет на рынке сохраняться. Степан, то есть вы верите, как и в большинство на рынке, в то, что вот такая динамика рубля, она вызвана как раз-таки обвалом импорта, большим хорошим экспортом, а не чем-то другим. Правильно я вас понимаю? Ну, я в первую очередь ставлю да, на то, что это действительно так. А как мы будем иначе нивелировать это? То есть этот профицит, который есть, да, бюджет, да, он именно за счет экспорта, который... Торгового баланса, вы хотели сказать? Вы хотели сказать торгового баланса? Да, 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 торгового баланса, да. А вы не думаете, что там что-то еще произошло, да, вот потому что нам рассказывают про профицит торгового баланса, вот я лично, ну как, понятно, что он существует в настоящий момент, да, но вот я лично категорически отказываюсь верить, что дело именно только в этом. И более того, я считаю, что дело не столько в этом, а дело больше в том, что были уничтожены, по сути, все резервы. Да, вот у Центрального банка резервы там отобрали на Западе, и ЦБ начал действовать так, что давайте-ка мы сейчас уничтожим и все остальные резервы, вместо того, чтобы обеспечить механизм, да, там, сохранения, ну хотя бы там какой-то части этих резервов в других валютах, отличных от токсичных евро прежде всего, ну и потом уже менее токсичных, но все-таки токсичных долларов. Ну о чем, собственно, да, я говорю уже месяца полтора как, и о чем только начал говорить господин Асюланов. Не связано ли это с тем, что вот резервы-то, собственно, и закончены, и вот поэтому, да, в том числе произошел вот такой отскок, а возможно и разворот динамики курса рубля? Степан? Так, Степан меня не слышит почему-то, а Михаил, вы слышали меня, прошу прощения? Я все же, опять же, взгляну с точки зрения технического анализа. Да, Степан, вы слышали мой вопрос, нет? Да-да-да, слышал вопрос. Я еще раз, наверное, зайду с точки зрения технического анализа. То есть все, что происходило, да, это всегда, знаете, как в тенденции, в динамике оно накладывается. То есть мы всегда вот этот момент, который происходил в словесной интервенции, он накладывается на определенный цифр в торговле. И именно сейчас он был связан, как и вы правильно заметили, что с резервами у нас проблемы, с движением капитала у нас проблемы. Как и моя точка зрения, как и многих на рынке, да, то, что импорт, он действительно тоже, там достаточно очень много, то есть ограничения, которые существуют, да, они и комиссии, которые от банков, да, они все давят на рынок. То есть в любом случае, то, что мы видим, это не что иное, как больше технический отскок. Я не вижу сейчас факторов, которые бы говорили о том, что курс может вернуться только если, только если при наличии, вот то, что говорит мистер Силуанов, да, о том, что нам нужен определенный таргетированный курс в диапазоне 70-75, что, в принципе, уже начинает реализовываться даже с той же самой пшеницей, с тем же самым подсолнечным маслом, да, где они выстраивают курс на основании 75-ти. То есть они то, что хотят, то и получат. То есть... Ой, вот вопрос, что они хотят-то, потому что то, что мы получили, в общем, все экспортеры просто уже, не знаю, рвут волосы на всех частях своего тела, потому что все тотально убыточны, просто, да, и вот история с «Газпромом» показывает, что и, в общем-то, с бюджетом тоже не все так хорошо. Хорошо. Михаил, а ваше мнение вот на этот счет, вы считаете так же, как и Степан, что вот то, что мы сейчас видим, это некий отскок в курсе рубля, или вы считаете, что действительно мы развернулись, и курс в течение какого-то времени вернется вот к тем самым там 70-80 рублям, да, к примеру, о которых там Андрей Ирмич Белоусов в том числе говорил? Я хотел бы уточнить пару цифр, собственно говоря, в контексте того, что восстановление импорта как фактор важный для, соответственно, ослабления рубля – это миф. Мы можем вспомнить недавно опубликованную статистику по платежному балансу, предоставил ее небезывестный Банк России, соответственно, я тут пока нашел циферки. У нас активная сальда товаров и услуг, соответственно, в первом квартале составляет 77,6 миллиардов долларов, из них экспорт 167, а импорт у нас, соответственно, там 88,7. То есть у нас, собственно говоря, двукратное превышение экспорта в денежном выражении относительно импорта, и это, собственно говоря, и подтверждает факт схлопнувшегося импортной составляющей как фактора давления на российскую валюту. Михаил, я, конечно, прошу прощения, статистика – это вот такая, она, конечно, замечательная, но откуда она может взяться при засекреченных данных? Вот у меня, если честно, нет доверия этому. То есть вы либо говорите, что вот статистика, и она базируется на вот таких цифрах, а тут они нам выдают статистику и при этом говорят, что данные-то по экспорту, они засекречены. Как-то вот не бьется математика или нет? Да, здесь мы можем только верить Центральному банку Российской Федерации. А как его можно верить после всего того, что он делает? Извините. Я лично ему просто не верю категорически нигде, потому что он здесь что-то придумывает, здесь нет. Есть ли что-то другое, на что можно опираться? Ну, потому что мы можем, конечно, да, мы можем, безусловно, с вами порассуждать об вот этих цифрах статистики, но когда они, что называется, да, здесь играют, здесь рыбу заворачивали, да, ну, как у классика, ну, уж извините, конечно. Вот есть что-нибудь, ну, не знаю. Ну, конечно, мы можем аппроксимировать, собственно говоря, историю на текущую ситуацию, мы можем, соответственно, переносить прошлые данные с учетом, соответственно, цен на юрлс, которые есть, с учетом того там предполагаемого дисконта в размере 30-32, иногда 26, соответственно, долларов за баррель. И, собственно говоря, в рамках открытия ресерча мы делали такие расчеты, и, в принципе, как бы цифры кратно бьются. То есть факт, соответственно, того, что навес экспорта над импортом у нас сейчас существует, эти цифры подтверждались, мы считали там в апреле минус 70, в мае у нас получилось там минус 40, как я имею в виду объемы импорта год-году, в июне, если честно говоря, не помню, какую мы там цифру насчитали, но не суть. Смысл в том, что мы, аппроксимируя то, что было раньше на текущую ситуацию, прекрасно понимаем, что, грубо говоря, без какого-то там модифицированного того самого бюджетного правила, ну, стабилизировать, соответственно, экспорт-импорт просто не представляется возможным. Нет, бюджетное правило, оно не влияет ни на экспорт, ни на импорт. Но, ну, как если, конечно, мы с таким курсом рубля еще проживем, экспорт у нас остановится, это мы понимаем прекрасно, может, в этом состоит, да, цель нашего любимого правительства и Центрального банка. Степан, а такой вопрос, да, вот мы знаем, что мы, ну, как бы в нашей постсоветской истории, ну, практически всегда торговый баланс у нашей страны был профицитным. Но было несколько моментов, да, когда он уходил на отрицательную территорию, не сильно на отрицательную, но и ненадолго, ну, буквально там, на один квартал как максимум. Вот, и тогда всегда мы видели очень довольно серьезное давление и на цены российских активов, и на курс рубля в том числе. Сейчас действительно профицит большой. Они, окажемся ли мы в ситуации, ну, как, например, не знаю, там, в 98-м году было, да, как было в первой половине 90-х годов, когда был локальный дефицит торгового баланса, при этом не было валютных резервов, как их, в общем, по сути, уже нет и сейчас. Сейчас, ну, не за счет, допустим, восстановления импорта, которое, понятно, я здесь, безусловно, соглашусь с Михаилом, что восстановить импорт таким образом, ну, не получится. То есть невозможно будет за счет роста импорта, да, вот убрать торговый профицит. А вот за счет падения экспорта мы уже видим, да, что происходит с ценами на некоторые сырьевые товары. Вчера, вот, да, что называется так, из-за пазухи опять достали ковид. Ну, вроде как его и не было, а тут вот его достали, да, тут ой, в Европе вдруг, да, в кавычках, опять вот эта вот история с ковидом и цены на нефть начали двигаться. Тем более медь уже ушла туда, откуда она начинала расти, а нефть тогда стоила меньше 40 долларов за бочку. То есть возможно ли, что у нас, вот на ваш взгляд, да, что мы окажемся в ситуации дефицита торгового баланса именно за счет, там, падения объемов поставок и падения цен на сырье? Потому что пока что я вот не слышал, чтобы эксперты вообще рассматривали такой сценарий. Я, наверное, соглашусь с тем, что тут главное, если большинство разбирает параметр спроса, да, то есть, наверное, здесь стоит разобрать именно параметр предложения. То есть они разбирают именно, почему предложение может сократиться. То есть вот то, что вы как и заметили, да, вот опять история с ковидом, она действительно опять нарастает, ее опять в инфоповод вставляют и тем самым пытаются вызвать у инвесторов некую панику. То есть можем ли мы оказаться в данном, как в 98-м? Я не очень уверен в данном. Все-таки, да, мы хоть и лишены каких-то своих резервов, но надо не забывать, что тогда и не было курса, направленного на отказ от доллара. То есть в 98-м мы не хотели отказываться от доллара, а сейчас мы действительно проводим политику того, что мы хотим отказаться от валюты. Степан, я имел в виду получить дефицит торгового баланса, и он был не только в 98-м году, да, он был там в начале 90-х, потом он там локально был в конце 2008-го, был еще период как раз в конце 2014-го года. Я говорю именно вот про дефицит торгового баланса. Вот насколько это, на ваш взгляд, реально в этом, ну не знаю, в текущем году? Я не очень уверен в том, что это действительно произойдет. Мне кажется, то, что переориентация рынков, которая происходит сейчас глобальная, она просто в принципе не позволит этому произойти. Ну вот, на мой взгляд, вот когда какой-то сценарий, который, на мой взгляд, является вероятным, да, сложно определить его вероятность, но сценарий, когда вообще не рассматривается, вот это вот самый большой риск. А Михаил, коротко, если вот как вы расцениваете вероятность вот такого развития событий? А мы здесь, собственно говоря, согласны с озвученным прогнозом нашего Центробанка. На протяжении ближайших двух лет мы, собственно говоря, ожидаем сокращения экспорта на 70% относительно текущих значений. А импорт, по идее, должен вернуться на, так сказать, на уровне до спецоперации приблизительно к концу 2023 года, совершенно точно. И, соответственно, сокращение экспорта, экспортной составляющей и восстановление импорта, это наша среднесрочная перспектива, это наш базовый сценарий. И какой прогноз по курсу тогда у вас, ну, примерно до конца года, если он есть? Мы, ну, у нас базовый прогноз не менялся, какой был, такой остается, 75, соответственно, рублей за единицу американской валюты к концу текущего года. Угу. Степан, такой вопрос. А вот общую ситуацию в нашей экономике вы как оцениваете? Потому что то, что произошло в прошедшую пятницу, да, не только там, вернее, это в четверг, да, было, в пятницу у нас товарищ Сирол Силанов нам все рассказал, а история с дивидендами «Газпрома», да, то есть правительство взяло и посчитало, что, ну, зачем отдавать каким-то там непонятным акционерам «Газпрома», ну, кроме себя, да, вот там почти половину его прибыли в виде дивидендов, а давайте-ка я все возьму через там НДПИ. О чем это говорит, на ваш взгляд? Ну, в первую очередь это говорит о том, что государству нужны деньги, да, а «Газпром» просто, можно так сказать, выплачивает, как это, перед государством, он чист в плане своих обязательств только уже через налоги, то есть не выплачивает дивиденды, он просто выплачивает налоги. Это не очень хороший, в принципе, звоночек для нашего российского фондового рынка. Ну, вот, да, я тоже так думаю. А с точки зрения именно состояния экономики и бюджета, то есть, наверное, все не так хорошо, как нам пытаются рассказать? Это действительно так. Это, на самом деле, вот этот звонок, который был, это вызвало действительно достаточно большой фурор на рынке и в обсуждениях, потому что это показало, что то, о чем нам говорит правительство и банк, о том, что у нас как-то все стабильно и все хорошо, и все возвращается на круги своя, все этого нет, на самом деле. Потому что если бы у нас это действительно было, то я уверен, что большинство компаний бы не стали говорить о том, что нам нужно инвестировать в наши инвестиционные проекты, нам нужно покрывать наши издержки. То есть, я понимаю, что это не проблема. По сути, это выглядит так, как будто они просто затыкают те дыры, которые образовались, и этих дыр, как оказывается, похоже, больше, чем нам пытались сказать. То есть, такое ощущение, что вот та самая Потемкинская деревня, которую столько сил на выстраивание которой потратили на Биулина и Силуанов, ну вот она вот так вот рассыпается. Спасибо, господа, огромное за ваше мнение. Степан Сумин, управляющий активами Крескофинансы, и Михаил Шульгин, начальник управления глобальных исследований, открытия инвестиций были у нас на связи. Ну, а перед открытием основных торгов мы видим, что давление на рубль продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова